Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Истории». Тема нашего сегодняшнего разговора – сдвоенный недельный раздел «Ницавим», «Ваелых». «Ницавим» означает «стоящие», «Ваелых» и «пошел», и «пошел маше» имеется в виду, и дальше я поясню, что это значит. И сегодня у нас в гостях Олег Антонов, искусствовед, заведующий отделом графики Пушкинского музея. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Ури, спасибо, что пригласили. И мне кажется, самому интересно, куда вырулит наш разговор сегодняшний. Да, сегодня мы решили поговорить о двух малоизвестных художниках и попробуем соотнести каким-то образом их судьбу и их творчество с текстами наших недельных разделов и авторы. И я в двух словах скажу, о чем рассказывается в этих двух недельных разделах. «Ницавим», как я уже сказал, означает «стоящие» или «вы стоите», так переводится. «Вы все сегодня стоите пред Господом», – говорит Моисей, «чтобы вступить в союз с Господом Богом твоим, и клятвенный договор с Ним Бог заключает с тобой ныне». Причем дальше интересно, Моисей говорит, «и не только с вами одними заключаю я союз сей и клятвенный договор, но и с теми, которые стоят ныне здесь, с нами пред Господом нашим, и с теми, которых нет здесь с нами». То есть союз оказывается вечным. В каком смысле вот это слово «ницавим», «предстоящие» или «стоящие», оно относится как бы на все поколения. Ну и дальше Моисей предупреждает о наказании за идолопоклонство, обещание вернуть народ из рассеяния в конце времен, после того, как они раскаются. Есть в словах Моисея знаменитая фраза о том, что Тора, она не на небесах, и не говорите, что кто бы взошел для нас на небо и достал бы ее нам и дал нам услышать ее. Нет, она весьма близко, близко к тебе. Это слово в устах твоих, оно в сердце твоем, оно, чтобы исполнять его. И второй недельный раздел, который читают одновременно в эту субботу, в «Аелых» переводится как «и пошел», и пошел Моисей и говорил слова эти всему Израилю. И сказал он, «Мне 120 лет», знаменитые 120 лет, поэтому сегодня все говорят «до 120 лет». Он говорит, «Мне 120 лет, не могу больше я входить и выходить». И Господь сказал мне, «Не перейдешь ты, Иордан». И дальше Моисей отправляется к прадцам, и он перед смертью еще предрекает, что Израиль, по-видимому, когда придет на землю обетованную, скорее всего, отойдет от богослужения, будет наказан и так далее, потом вернется. Вот такие два раздела читают в эту субботу. Ну, а в дополнение к этому читают, поскольку это одна из глав «Утешения». Я уже говорил в наших передачах, что у нас есть семь глав «Утешения» перед Рожешана, после 9-го Ава. И все эти отрывки, отрывки из пророчества Исаия являются главами «Утешения», где как раз говорится о том, что в конце концов народ Израиля обретет свою землю и вернется к жизни в Господь. Ну, вот это содержание наших глав и авторы, и мы договорились, что сегодня поговорим о двух художниках, малоизвестных, о которых нам Олег расскажет, и мы попробуем каким-то образом соотнести вот их судьбы и их творчество с текстами из наших разделов. Ну, например, среди проклятий о рассеянии народов и горькая участь, которая ждет народ Израиля среди чужаков, и через эти страдания народ Израиля должен вновь обрести Бога и обратиться к Нему. И там говорится следующее. «И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова благословения и проклятия, которые я изложил тебе, то прими это к сердцу своему в среде народов, куда забросит тебя Господь Бог твой, и обратишься ты к Господу Богу твоему». Вот это обещание, ну, оно как бы звучит, наверное, актуально во все времена, когда иудей читает этот текст. Он находится, как правило, ну, в отличие тех, кто сегодня находится в Израиле, все остальные могут легко применить это к себе. Он находится среди других народов. И вот возникает надежда на это самое спасение после всех тех тягот, которые человек претерпел вот в этой самой чужой среде. Ну, и, по-видимому, это относится, наверное, и к судьбам тех художников, о которых мы сегодня поговорим, насколько я понимаю. Да, вы совершенно правы. Художники, о которых мы сегодня будем беседовать, это два мастера, которые реализовались в послевоенную эпоху. Я думаю, что нет большой нужды объяснять контекст этого времени, но, тем не менее, для каждого из них тема страдания, боли, преодоления и спасения эта тема очень важная. Оба этих мастера подлежали, в сущности, к разным поколениям. Ее упал Левин Розенгольц, она подлежала к художникам, родившимся около 1900 года. Это поколение вхотомасовцев, в сущности, то есть старшее поколение художников. Дмитрий Борисович Леон, он один из наиболее известных мастеров неофициального послевоенного искусства отечественного. Он родился в 1925 году, то есть их разделяет некая такая временная пропасть. Ну, то есть можно считать их принадлежащим к разным поколениям, да? Да-да-да, именно об этом я говорю, но при этом оба реализовались примерно в одно время, и, в общем, характер их поисков находит много перекличек. Оба, сравнительно, малоизвестны широкому зрителю, потому что работали в графике, я занимаюсь рисунком и гравюрой, то есть тем, что созданы бумаги, графика, как вы знаете, материал камерный, материал, который показывается на выставках, и поэтому вы можете ничего не слышать об этих художниках. Но это совершенно никак не умаляет их значение. Каждый из них крайне значим для того, чтобы понимать в целом искусство послевоенного времени, о чем думали художники, на какие вопросы они искали ответы. Их мировоззрение, да, и мироощущение. То есть каждый из художников так или иначе выражает мироощущение, да, своей эпохи, своего времени, в котором он жил. Ну, в частности, мы начнем про Ева Павловну Левину Розенгольца. Она родилась в Витебске в еврейской семье. Витебск в начале XX века был таким достаточно значимым художественным центром. Собственно, мать Ева Павловна сама была преподавателем, ну, художником-преподавателем. Она училась в частной школе Юделя Моисея Чепена, то есть там же, где Марк Шагал. Вот. А потом, после того, как эта частная школа была преобразована уже в Витебское художественное училище, училась там в кубистическом мастерской у Малевича и в Вергер Малаевой. То есть это вот художественная среда, очень важная для вообще отечественного искусства. Про Витебск часто говорят, и это вот место, где сформировалась Ева Павловна Левина Розенгольца. Сама она училась в Москве, в московском хутемасе у Роберта Рафаиловича Фалька, знаменитейшего живописца. Я рассказываю ее биографию. Крайне пунктирно просто, чтобы было понимание о наших героях, да, и почему они обратились, почему их искусство стало таким, каким оно стало. Вот. И творчество ее начинается сущностью в 20-30-е годы. Но от этого периода, 20-30-х годов, осталось очень мало. Я расскажу, почему. Дело в том, что родной брат Ева Павловны был известный политический деятель Аркадий Павлович Розенгольц. Он занимал пост наркома внешней торговли СССР. И он был в 1937 году, как и многие люди, арестован, обвинен в участии в право-троцкистской организации на вот этом третьем московском процессе, где судили также Рыковы и Бухалины. Это вот ключевые фигуры этого процесса. Соответственно, был осужден и впоследствии расстрелян. Второй брат Ева Павловны, Герман Павлович Розенгольц, был арестован в тот же день, что и Аркадий Павлович Розенгольц. И 10 лет провел в лагерях. Хотя он не занимал никаких постов, да? Он был микробиолог, ученый. Политических постов государственных не занимал. Значит, 10 лет лагерей. Сама Ева Павловна, ей казалось бы, удалось избежать этого ареста. Она взяла на воспитание детей своего брата, двух дочерей. Впрочем, лишилась работы. Она была консультантом по оформлению тканей в наркомлях в проме. С трудом смогла найти новую работу в копийном цехе московского товарища живописцев. То есть занималась в сущности изготовлением разного рода копий, портретов вождей в том числе. Это удел многих художников. Но в 1949 году уже, казалось бы, на излете Сталинской поры она тоже как социально опасный элемент была арестована, осуждена, тоже приговорена к 10 годам лагерей и отправлена в ссылку в Красноярский край, где существовало в достаточно тяжелых условиях, поскольку приходилось работать и уборщицей, и маляром на баржах, и на лесоповале в том числе, выполнять самую разную тяжелую работу. И только после смерти Сталина условия ее ссылки были смягчены. Она была направлена в Караганду, где смогла устроиться в казахский драматический театр и вернуться к творческой работе, потому что это время между арестом ее брата и началом 50-х годов, это время, когда она вообще не занималась искусством. Ну, ее посадили, судя по всему, из-за брата, да? Да, да, да. Конечно, вот этот ярлык члена семьи «Врага народа», поскольку вместе с братом расстреляли и его жену, то есть эта история всегда нашла, как принцип домино это работало. Вот уже в оттепельное время, в 56-м году, она была реабилитирована, вернулась в Москву. И вот, собственно говоря, с 55-го, с 56-го года, когда она вернулась к творчеству, она как бы заново пересобрала себя. И ее творчество 50-х, 60-х, 70-х годов, оно, конечно, радикально отличается от того, что было ей сделано во второй половине 20-х, в начале 30-х годов. Вот это раннее наследие ее, оно сравнительно многочисленное. Это несколько буквально живописных работ и целый ряд пастельных пейзажей. Но это единичные вещи. Потому что во время ареста квартира была опечатана, туда вселили новых жильцов, как нередко бывает. Была составлена опись произведений, которые там находились, но там были учтены живописные произведения, а графические они практически не учитывались вовсе. И в итоге большая их часть, она просто была направлена, например, на растопку котельной, тоже в тяжелые годы. Но, собственно, Левин и Розенгольд с времен ее расцвета, искусство, это как раз искусство 50-х, 60-х, 70-х годов. Она начинает создавать рисунки тушью-пером, почти исключительно работая вот такой черно-белой гамме. Ну, отчасти это связано просто с невозможностью работать в более масштабных, как бы живописных формах. А графика, как я уже говорил, это камерный вид искусства, это возможность работать на небольшом столе, на небольших относительно каких-то кусочках бумаги. Она начинает создавать серии таких воображаемых пейзажей. Они называются деревья, болото, небо. В сущности, на них не изображено ничего. Это такие пустынные и, как я уже сказал, воображаемые пейзажи. Но каждому человеку, который смотрит на них, все понятно и без лишних слов, потому что эти пейзажи, они полны ущемящего, достаточно тревожного ощущения. Это лес, где деревья, переплетающиеся ветви, создают какую-то совершенно такую невообразимую картину, где ты не понимаешь, как пройти сквозь эту чащу. Или какие-то совершенно пустынные, необитаемые болота. Или предгрозовые тучи на небе, где вот прям еще мгновение, и начнется гроза, и там небо прольется дождем. И искусствует Елена Борисовна Мулина, она писала, что, ну, я дословно не ручаюсь за точность этой цитаты, что в заповеднике нашего подцензурного искусства творчество Ева Павловна было свидетельством того тотального насилия и уничтожения, или прессии, которым подверглись люди в этот период. То есть художники, вы понимаете, они же избегали, ну, поскольку советское время продолжалось, да, они избегали прямого разговора о том, что произошло, но тем не менее внутренняя потребность рефлексии существовала. Нужно было дать себе ответы на вопросы, которые их интересовали. И вот Ева Павловна, она как раз начинает активно работать в этом направлении. Собственно, сама она часто говорила, что художникам ее сделали арест-иссылка. Ну да, то есть у меня тоже такое ощущение, по-вашему рассказывали, что произошло какое-то перерождение определенное. То есть если сопоставить эти ее работы 50-х годов с ранними, то, наверное, в каком смысле, как небо и земля. Это два совершенно разных художника, да, где в одном случае присутствует цвет, где присутствуют живописные, пластические задачи, да. Не то, чтобы она от этого уходит впоследствии, нет, ей это все продолжает быть крайне интересно. Но прежде всего в основе ее искусства какие-то этические вопросы, они становятся во главу угла. Вот, и это важное качество. Несмотря на то, что, насколько я понял, в общем, ничего явно не сказано, да. То есть эти своеобразные пейзажи, они ничего не говорят об этике вроде бы. Где здесь этическое начало, как его можно усмотреть, как его можно почувствовать. Да, абсолютно вы правы. Тут нет никакой нарративности, да. Она не рассказывает какую-то конкретную историю. Это, собственно, то, чем отличается, ну, допустим, литература или кинематограф от изобразительного искусства. Потому что изобразительное искусство, конечно, оперирует совсем другим языком и другими выразительными возможностями. Вот. Оно мыслит некими образами и какими-то, да, там, условно говоря, пластическими цветовыми категориями. Но, ну, я, может быть, чуть-чуть позже об этом тоже скажу. У Левина Розенгольц большую роль играет свет и тень. И она придает им некий такой этический смысл, да, поскольку они становятся метафорами такими, ну, добра и зла, например. Это вот важные категории в ее творчестве и вопросы, которые у нас все задают. А что же, собственно говоря, есть зло, что есть добро? То есть внутри самих произведений как бы ничего не происходит. Но образ в целом, он создает ощущение вполне устойчивое. Вот это важно. Олег, вот я прочитаю одну цитату из наших текстов, которая каким-то образом, может быть, соотносится с этим. Моисей говорит, что народ Израиля, в конце концов, после вот всех тягот вернется к нему, он говорит, «И обрежет Господь Бог сердце твое», знаменитое обрезание сердец, «И сердце потомства твоего, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, ради жизни твоей». То есть эта цитата, ее, конечно, можно осмыслить как своеобразный тип перерождения. Моисей говорит о том, что, пройдя какие-то испытания, человек перерождается. И вот это обрезанное сердце, которое, наверное, чувствует больше, чем сердце необрезанное, позволяет, ну, например, художнику видеть какие-то вещи, которые он не видел до этого, не пережив вот всех тех страданий, которые выпали на его долю. Знаете, вообще вот этот образ обрезанного сердца довольно точный в отношении Левина и Розенгольца, потому что, с одной стороны, это сердце, что называется, чистое, непорочное и вот обнаженное, с другой стороны, чувствительное, подверженное каким-то смятением, тревогам, страхам. Но чувствительность эта, она совсем не мирского такого свойства. Это не набор страстей, которые присущи человеку, да. Это какое-то внутреннее состояние духа, это переживание за себя, но не только за себя, а за, ну, я не знаю, сколько это, может быть, точная формулировка, за человечество, за народ, за людей, да, которые окружают, и за то, что происходит с ними. У нее есть такая замечательная серия, в действительности, одна из ключевых в ее искусстве, это серия «Люди», которая с легкой руки искустоэда, Михаила Владимировича Алпатова, получила название «Рембрандтовской серии». Название этой «Рембрандтовской серии» за ней укрепилось, и укрепилось потому, что рисунки из этой довольно обширной серии, состоящей из многих-многих десятков листов, действительно напоминают рисунки Афорта Рембрандта. Там большое количество людей, многофигурные композиции, которые заняты разными самыми делами, они состоят в диалогах, смотрят друг на друга, поддерживают друг друга и так далее. Но помимо этого, сходство с искусством Рембрандта, оно носит не только внешний характер. Ведь что делал Рембрандт? Рембрандт пытался библейскую историю приблизить к человеку, к своему современнику, к условному бюргеру 17 века. Поэтому, когда мы смотрим Афорта Рембрандта, или рисунки, мы видим, например, в библейских сценах интерьеры, похожие на типичные интерьеры бюргерского дома. Или персонажи, это часто современники, самого художника. То есть он пытается сказать, что библейская история, она не где-то там, в глубине веков. Она может быть сейчас. Актуализация, своеобразная актуализация библейского текста. Актуализация библейского текста и актуализация как бы этических вопросов, что те вопросы являются вечными вопросами. И каждое новое поколение ищет свои как бы новые ответы на одни и те же абсолютно вопросы и обращается к библейским текстам, чтобы находить, собственно, эти вопросы. И Левина, она делает отчасти то же, что делает, пытается сделать то же, что делает Рембрандт. Опять же, я не пытаюсь их сравнить с точки зрения значимости для истории и искусства. Понятно, что это фигуры совершенно разные, но она пытается выразить мироощущение человека XX века, его тревоги, страхи и как бы сохранить это для истории. То есть вот эти этические вопросы, она пытается говорить о них с точки зрения человека своего времени. Они остаются теми же, но из-за того, что случаются тельные события, это может быть война, это могут быть репрессии. Они как бы нуждаются в этих новых ответах. А человек... Я посмотрел, когда благодаря вам работы Евы Павловны, меня удивило, что когда мы говорим вот о такой судьбе, вы нам сейчас рассказали, то есть братья погибли, репрессии действительно, она сама пережила и так далее. можно было бы предположить, что у человека формируется пессимистический взгляд, и он может в черных красках изображать мир. То есть мир катится черно знает куда, то есть конец всему. И такой взгляд был бы очень понятен. А у нее, несмотря на вот все то, что она пережила, такое ощущение, что есть некая надежда, видимо, она связана как раз с этими этическими вопросами. Надежда на то, что жизнь продолжается, и что добро, в конце концов, победит зло. Интересно то, что есть, опять же, в словах Моисея, вот цитату я приведу такую, которая, мне кажется, созвучна именно с вот этим выбором, выбором оптимистического начала. Моисей говорит, смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. И дальше говорит, в жизни смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери же жизнь. Да, это совершенно правильное замечание. Более того, в самом процессе, если говорить о художнице и о ее процессе творчества, то у нее свет возникал в композиции последним. То есть она работала не от светлого к темному, а от темного к светлому. То есть все ее творчество, это, по сути, поиск луча света в окружающую тьме. И если присматриваться, поскольку у меня есть такая возможность, если я храню одну из самых крупных коллекций этой художницы в музейных собраниях, то свет появлялся путем процарапывания. То есть когда сначала бумага заполнялась черным, рисовались, не знаю, чищобы или болота, а потом благодаря процарапыванию появлялся снова белый свет сквозь тьму. Это буквально то, как она работала. И если смотреть на эволюцию ее творчества от середины 50-х годов до ее смерти, а умерла она в 1975 году, то это тоже будет эволюция от темного к светлому. Сначала это сплошные рисунки тушью, пером, кистью с большим количеством черного. Если мы будем смотреть на перцикл неба, это небо всегда наполнено тучами, но потихоньку тучи рассеиваются, появляется сначала такое неяркое солнце, потом становится больше. В последние годы жизни она вновь начинает работать пастелью, как и в самые ранние годы. То есть у нее появляется цвет. То есть не только свет, но и цвет. И, конечно, вот и цвет, и свет у нее, это такая как раз метафора примирения, некого умиротворения, и вот этого выбора, если так можно сказать, позитивного сценария. Выбора жизни. Выбора жизни, да, а не выбора смерти. Это важная для Леви Нерзенгольца на самом деле эволюция. Как я уже говорил, в дополнение к вот этому сдвоенному недельному разделу читают отрывок из пророчества Исаии, одна из глав Утешения. И я зачитаю несколько строк буквально. Начинается этот отрывок. Так, радостью возрадуюсь в Господе, ликовать будет душа моя, ибо он одел меня в одежды спасения, одеянием справедливости, облег меня, как жених возлагает на себя священнический венец, и как невеста украшается драгоценностями своими. И дальше в продолжении говорится, ради Сиона молчать не буду, ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние, справедливость его и спасение его, как факел горящий. И увидят народы справедливость твою, и все цари славу твою, и назван будешь ты именем новым, который уста Господа изрекут. То есть это речь идет о народе Израиля. И, насколько я понимаю, он наш персонаж нашего разговора, второй. Это Дмитрий Борисович Леон, который, вот, мне кажется, его творчество в большей степени было связано с судьбой еврейского народа. Его эта тема заботила в каком смысле больше, чем Еву Павловну. Да, трагедия еврейского народа это ключевая проблематика искусства Леона. И, собственно, это трагедия, которая воспринята через, как я упал на события исторические последних десятилетий. Это и Холокост, и уничтожение евреев в годы советского антисемитизма, бегство от геноцида, скитание. Ну, собственно говоря, он был, в общем, он родился в 1925 году. Вы поняли уже, что это следующее поколение. Он сам участвовал в войне и был современником этих событий. Поэтому, да, это ключевая проблематика его творчества. Леон, опять же, вы могли о нем мало что слышать, но, может быть, больше, чем о Еву Павловне. Это очень значимый мастер послевоенного искусства и отечественного, и, может быть, отчасти мирового. И его поиски художественные, они вообще очень органичны европейскому, мировому художественному контексту. Но он не работал с новейшими формами искусства, с инсталляцией, например. И всю жизнь сохранялся в рамках тоже достаточно камерной графики, работы на бумаге. И вот это отчасти определило его художественную судьбу, в том смысле, что его часто рассматривают как исключительно художника графика. Но, меж тем, в его искусстве очень много пересечений с современными ему очень большими мастерами европейского, американского искусства. В Пушкинском музее была замечательная выставка, которая была посвящена послевоенному искусству советскому и европейскому. И выяснилось, что многие художники, не зная друг о друге, двигались в одном направлении, и даже порой используя одни и те же какие-то художественные приемы. Эта история не о том, где кто-то на другого смотрит, а о том, где просто общность задач художественных, она определяет облик искусства. Поэтому я не думаю, что он здесь знал Йозефа Бойса или мог слышать о нем что-то, или о каком-нибудь Жанне Фотрие, или Жанне Дюбуфе, но по духу это искусство очень перекликается с европейским искусством. Оно такое абсолютно европейское, по тематике, по тому, какие художественные приемы он использует, и по своей как бы философской направленности. Есть фраза знаменитая немецкого философа Теодора Адорна, вы знаете, конечно, есть, что писать стихи после Освенцима варварство. Ну так вот, а каким должно быть искусство после Освенцима? Вот что оно из себя должно представлять? И творчество Леона, оно на этот вопрос пытается найти некий свой ответ. Леон в этом смысле, он такой художник-философ, если Левина Росенгольц, она больше адресуется к такой эмоциональной сфере, находит некий эмоциональный такой важный момент, переживание боли, и пытается из вот этого ощущения вырастить свое искусство. То для Леона это размышление о ну вот этом круге тем, да, например, о скитаниях, вообще о трагических судьбах еврейского народа и о его трагической судьбе в 20 веке. И он находит такой довольно интересный ответ. Он говорит о том, что искусство это как бы не только конечный продукт, не только само произведение, да, но мы привыкли смотреть на это таким образом. То есть когда мы там смотрим картину Репина, она замкнута сама в себе. А творчество Леона это как бы непрерывный процесс искусства. Это разговор, это как такая терапевтическая практика, когда художник проговаривает с собой свои мысли. То есть это процесс постоянного проговаривания. И, собственно, он нам предлагает смотреть не только как бы финишный результат, но наблюдать за самим процессом. Как и у Левина и Розенгольца, его рисунки, они складываются в достаточно обширные серии, где одна, один рисунок продолжает другой, где поиски начатые в одном рисунке продолжаются в другом. Это такой вот безостановочный процесс творчества. И, собственно говоря, в рамках традиционной камерной графики его художественный язык, он совсем нетрадиционен, потому что рисунки похожи на какие-то письмена, на какие-то наспех записанные мысли, которые надо прочитать. Прочитать их, естественно, невозможно, потому что они нетекстуальны, он не пытается текстом что-то записать. Но он пытается выразить некий набор своих эмоций, конечно, тоже, и мысли, он пытается выплеснуть на бумагу. Искусство тоже не нарративно, то есть, когда он создает серии, делает серии «Холокост», например, вы не увидите там печей, вы не увидите там трупов, вы не увидите там ничего абсолютно того, что привычно, да, думать, применительно к... трагедии. То, что лежит на поверхности. Да, то, что лежит на поверхности. Он понимает, что искусство не должно быть таким дословным, да, он ищет именно какие-то убедительные к своему времени образы, эти образы, да, мироощущения какого человека? Человека, конечно, сметенного, человека, который не знает, где земля, где небо, человек, который растерян, который как бы ищет ответы на вопросы, но иногда он находит их, иногда и не находит их, поэтому его рисунки, да, иногда они достаточно ясные, как бы прозрачные, да, то есть как мысль. Иногда они спутанные, иногда это какая-то попытка подступиться к некой теме. Но любопытно, что Леон на этом пути активно обращается к кругу библейских сюжетов. У него есть серия большая, которая называется «Библейский цикл», где мы можем встретить и вот сюжет Авраама и Саак. Принесение в жертву Исаака, да, имеется в виду. Да, да, да. То есть в центре снова оказывается как бы круг этических вопросов, этического выбора, например. Вот. Какой выбор правильно сделать? Или одна из его таких наиболее значительных серий, значительных циклов, которые он на протяжении всей жизни делал. Это цикл, который называется «Благословите идущих» или «Шествие». Вот. Ну, это перекликается с тем, что вы сказали, что для него было важно движение, да, то есть движение, развитие художника как движение и попытка проследить, каким образом возникают переходы вот одного состояния к другому. Ну, и вот этот цикл, цикл «Шествие», он, конечно, перекликается со словами Исаи из нашей авторы, где говорится следующее. «Проходите, проходите в ворота, освобождайте дорогу народу, ровняйте, ровняйте путь, очищайте от камня, поднимайте знамя для народов. Вот Господь возглашает до края земли, скажите дочери Сиона, вот пришло спасение твое, и назовут их народом святым, избавленным Господом». Не знаю, читал ли, вдохновлялся ли текстами Исаии, ли он или нет, но есть некое созвучие между этими словами Исаии и вот этим циклом «Шествие», о котором вы говорите. Да, совершенно правильно. Мне, правда, тоже сложно сказать, читал он или не читал, но эти переклички, тут это не просто переклички с текстом Торы, по замечанию искусствоведа Лёли Кантер-Казовской, сам мотив, сама вот эта серия идущая, мотив «Шествие», они явились для Леона тождественными понятиями «еврея». То есть неким таким экзистенциальным переживанием шага. Это, условно говоря, образ жизни в скитании, в поиске своего места, в поиске спасения, о чем мы говорили в самом начале разговора. И вот эти идущие, они кочуют у Лёны из рисунка в рисунок, самые разные, иногда со свитками Тора за спиной как раз, то есть к вопросу о том, была Тора для него, в общем, важным. Иногда с детьми, беседующие с друг другом, направляющие друг друга. И если собрать все эти рисунки в некую такую умозрительную выставку, то, конечно, получится очень впечатляющее по количеству участников процессе. И интерпретация идущих при этом, она может быть предельно широкой. Это и сорокалетнее скитание евреев по пустыне, под предварительством Моисея, например. И многие листы из этого цикла, они так и называются, например, «Исход». На эту тему, как вы знаете, создано большое количество произведений, мастеров и русского, и европейского искусства. Да-да, в наших передачах мы много говорили о подобного рода произведениях. Но помимо вот этого сорокалетнего скитания, это, например, и изгнание евреев из Испании в 15 веке. То есть он тут обращается к самому широкому историческому контексту, потому что часть листов из этой серии, они имеют название, например, «шествие в деревянных воротниках» или «шествие в странных воротниках». А деревянный воротник, вы знаете, это деревянный круг с остриями, обращенными внутрь, которые надевались человеку на шею, из-за чего он не мог, ну, собственно, он не мог уснуть. Это лишало как бы его сна. То есть это такое средневековое орудие пыток. Вот. И, наконец, да, сверколетнее скитание по пустыне, изгнание евреев из Испании. И, конечно, современный художник Холокост, идущий в печь, так назывался большой графический триптик художника, который он создал в 1965 году. Вот. То есть вот это такие ключевые, ключевые темы этого обширного цикла. Олег, ну, чтобы связать этих двух художников, может быть, у него тоже есть что-то, что связывает его с Рембрандтом, насколько я понимаю. Да. Ну, мы неслучайно выбрали двух этих художников, потому что, как у Левина и Розенгольц, для многих вообще художников, наверное, этого времени Рембранд был такой путеводной звездой. И как у Левина есть Рембрандтовская серия, или Люди она еще называется, так и у Леона есть цикл, который называется «Три жизни Рембрандта». Это вот наряду с идущими. Второй такой, можно сказать, по обширности цикл. Это тоже листы, похожие на письмена, куда включаются автопортреты Рембрандта. И не только Рембрандта, но и разных других художников. Но автопортреты Рембрандта являются как бы лейтмотивом этого цикла. И по выражению известного художественного критика и исследователя графики Юрия Горчука, дальше я зачитаю, художник вовсе не стремился в этих листах воплотить обстановку и обстоятельства жизни Рембрандта, но смотрит глубже биографического сюжета в творческую лабораторию. Он роется, Леон, на его рабочем столе, в беглых набросках, в разорванных пробных оттисках, деловых и хозяйственных записях. А смысл этой серии он как бы в самоанализе художникам графического языка, как бы графика о графике, о том, какими знаками пользуется графика. Олег, насколько я понимаю, суть дела сводится к следующему. Рембрандт, несмотря на нарративность его произведений, на самом деле всегда говорил больше, чем, собственно говоря, тот нарратив, который представлен. Вот эта прибавочная этическая составляющая, она, возможно, и была для тех художников, о которых мы сегодня говорили, тем, что их цепляло в Рембрандте. А, соответственно, вот эта этическая составляющая, она коренится где? Она коренится в библейском тексте, она коренится в Библии, в Торе. И таким образом мы через Рембрандта, в каком-то смысле, можем связать их с вот теми текстами, о которых мы сегодня говорили. Да, вы совершенно правильно сформулировали. Олег, спасибо большое. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно. Мне, по крайней мере, было очень интересно познакомиться. Я не знал ничего, конечно, об этих художниках. И благодаря вам я и наши зрители теперь о них что-то узнают. Они заслуживают того, чтобы обратить на них внимание. Спасибо. Будем прощаться. Спасибо вам. Олег, счастливо. До свидания. До свидания. Друзья, подписывайтесь на канал «Идеи без границ». Ставьте лайки, смотрите наши передачи. Их очень много на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин